Мы этим занимаемся практически всегда. И в этих тренингах живым участникам предоставляются какие-то скидки, бонусы. Но те, кто покупает записи, часто эти скидки уже не действуют. Поэтому, опять же, мы смотрим, что покупал клиент. Если у вас есть возможность, то есть вы лучше всего в идеале прослушиваете эту 33-ю минуту и говорите, что да, вы знаете, там было вот так, но сейчас для тех, кто купил записи, это уже не действует. И там говорите, что вот вы можете купить... Это уже не действует, а в принципе, это действует для тех, кто принимал участие вживую. Поэтому, к сожалению, для вас такие условия уже не действуют. Но вот, вы же знаете, вы можете сказать, что вот специально для вас, только в течение двух дней, и так далее. Да, 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 возможно. Это лучше меня уже заметить. Чем надо сказать? Так, еще несколько ключевых моментов, так сказать, чит-код. Еще раз. Делаю объяснение. Если клиент пишет, что там какой-то тренинг или какой-то товар, вы не понимаете, что это такое, где искать? Можно, соответственно, в Just Click'е чит-код. Сейчас клик, раздел продукты. Заходите и там смотрите, что за продукт, где он находится. Плюс можно еще искать в Accom Tools'е, если у вас есть Accom Tools. Надо будет дать какой-то там доступ к аккаунту. Потому что у нас очень многие, ну, впрочем все товары перенесены в Just Click'е, в Accom Tools'е есть ссылка на страницу продажи, что в Just Click'е, кстати, нет. Поэтому, если клиент говорит о каком-то тренинге, и вы вообще не понимаете, что это за тренинг, можно зайти в Accom Tools, набрать его название. Название. И там выпадет описание этого продукта, и есть ссылка на страницу оплаты. Ссылка на страницу заказываемую. Переходите по этой ссылке и смотрите описание этого тренинга. Ну, то есть, о чем-то спрашивают, что там интересно и так далее. И, соответственно, наш верный друг Янекс. Сейчас наши сайты в Яндексе, они уже, ну, то есть, если набить Николай Мрачковский, то сразу же наши сайты выпадут. Поэтому, если вы не знаете, там, какой-то тренинг, например, какой-то старый-старый, когда там еще вас, вы не знали, вот эти компании, ничего, а клиент увидел где-то в рассылке, и он хочет вот его купить, но он там не знает как, то вы набираете Яндекс, там, Николай Мрачковский, 5 шагов к чему-нибудь, 5 шагов к финансовой независимости. 5 шагов к 10 ступеням. Да, 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 5 шагов к 10 ступеням. Вы забываете. Яндекс вам выдает, вы проходите по ссылке, читаете все в этом тренинге, и, соответственно, человек уже отвечает, что и как, и как там его купить, и где заказать. Вот. И есть вопросы? Сейчас я еще вкратце по обязанностям, то есть, всему тому, что я рассказал, и с меня все скрипты, я сейчас запишу еще раз, какие, и мы их вам пришли. Да? То есть, чтобы я не забыл, и вы не забыл. Итого, обязанности дежурного менеджера. Это рабочий день также у нас с 10 до 19, с условием, что понедельник за счет этого рабочего дня будет выходной. Всегда, да? Ну да, если ты дежуришь, то ты в понедельник не выходишь. Про смс-ки также расскажи, что ты? Я рассказываю, да. То есть, как вы приходите на работу, как вы знаете, у нас есть трубки, и есть в нашем отделе телефоны, вот у Марии лежат такие телефоны. Они полностью просто как мобильные. То есть, в них можно писать смс, в принципе, и мобильный телефон. То есть, вы приходите к 10 и отправляете с любого рабочего мобильного номера смс своему руководителю. Я на месте. С рабочего телефона. Да, пишите я. Я пришел. Я на месте. Соответственно, потом, как вы пришли с 10 где-то до 12, вы обрабатываете почту и саппу. То есть, отвечаете на входящие тикеты, на входящие письма. После того, как обработали, обзвон предзаказов. Предзаказы знаете, да? Да, скажем. Да не Лена Валерьевна, а вам объясненько. Сначала крупные все. Сначала обзвонятся крупные. Ну, там, да, там есть фильтр. Во-первых, мы обзваниваем от 2000 предзаказы. Но, в принципе, если вы выходной и совсем грустный, скучный, то можно дешевле обзванивать. Вы же нам все напишите, да, счет? Я про скрипты напишу. Just Click заказы. Вы их видите, допустим, Начиная с ночи, где уже закончили обзванивать, да? Вот ремиссии, в ожидании, ожидаются. Видите, все крупные прозвонили. 10, 20, 60 тысяч. Потом пошли поменьше, поменьше, поменьше. Обзвон и заказы. Just Click от 2000 рублей. Я вообще всех с вами сейчас напишу. Хорошо. Обзвонили. Затем, ну, такой приблизительный распорядок. Обед, перекус. Можете, в принципе, всегда есть. Все время работы есть. Есть и есть. Живой, живой, живой. Живой, да. Телефон не забивать. Телефон не забивать, да. А затем после обеда, То есть, пока вы звоните, у вас, в принципе, должно накопиться некоторое количество писем, вопросов. Отвечаете на них. Затем, в остальное время, можно опять звонить предзаказы, если есть. Если предзаказов нет, то заниматься продажами. У вас есть план, который нужно делать. В принципе, в субботу, где-то в обед, можно клиенту позвонить, если он сильно не будет ругаться, что-то ему продать. Продажа, и потом с 18 до 19 еще раз почта саппорта. То есть, ваша задача, чтобы почта в саппорте за субботу, то есть, те письма, которые пришли 18.59, были отвечены. То есть, либо это ответ-ответ, либо это ответ, что вам ответят в понедельник. То есть, вам вышит в понедельник. И как вы ходите, соответственно, тоже смс, что вы шли. Да, что вы. Через сейчас Гарик отзвонится. Да, Гарик выиграл. Вот он, черепа. То есть, с меня. Что надо вам объяснить? Да, это доступ к саппорту, доступ к почту. Подсказывает. Скрипты для закупств. Скрипты. Эконтус. Эконтус есть. Плюс, если можно, эти шаблончики отведут. Я так поняла, что в Ленском отделе постоянно извиняться, извините за надежку, приносим изменения. Мы просто такого не практикуем в отделе продаж. А если это принципиально, то шаблон, допустим, если не пришла, например, личная какая-то версия, шаблон, если не вовремя открыли доступ. То есть, там сначала всегда приносим свои извинения. Ну не, но не всегда. То есть, это ситуация. Нет, я так понимаю, это же клиентская поддержка клиента, поэтому приносим домашнее. Надо выяснить, что случилось. Если он, то передвижный. Понятно. То есть, это по местности. Извиняться? Когда что-то действительно не идет 3 дня, я вам писал 3 письма, отправил, вы не увидели. Так, тогда можно разобраться. То есть, не надо сразу извините. Ну, допустим, он турбит квикпост, например, мы просто все равно приносим изменения. Да, ну, да, если вы притурок. Мы всегда притурок. Извините, пожалуйста. Нет, ну это серьезно. То есть, не надо что-то. Мне получилось, потому что там не было всей компании рассуживать какую-то неправильную. Так, скрипты, звонки, при заказе плюс несколько шаблонов ответов, да? Ну да, все-таки пусть тоже. шаблон ответов на часто задаваемые вопросы, да? Ну, вы говорили, что там есть шаблончик, да? Ну, шаблоны есть в саппорте. То есть, в принципе, можно ответить, там, проверить, пройтись по ним. А по оплате счет выставлять, там, допустим, на карточку они будут сделать? Да. Вот как мы устроим, тоже надо, значит, все эти программы, там, на РБК ссылки. Тоже нужно? Да. Оплата. Ссылки, витамы для сбербанцев, там еще и для физических, биологических. То есть, если клиент просит, там, выставить, например, я хочу оплатить картой, как мне это не делать? Можно выставить ссылку, выставить ссылку на оплату по карте. А сразу ссылочку на оплату нельзя? Ну, вот, да, скилки. А, он уже оплатил, да, не знаю, как оплатить. Да, просто, когда не оформляю заказ, заказать нажимают, уже заказ выбирается. То есть, ему не обязательно в способ оплаты, он уже оформляется этот заказ. Ну, понятно, понятно, да. Ну, вот, и я потом, там, за то, что... Потом он не понимает, да, закрыл страничку, там, отвлекся еще чуть-чуть. Ну, множество всяких, всяких разных ситуаций. Вот. Все. Еще комментарий один. Когда вы, это, в принципе, к работе теперь отдела, вашего отдела, когда вы создаете человеку какой-то комплект, либо, там, что-то ему продаете, обязательно оформляйте заказ в Just Click'е. И более того, если надо что-то отправлять, сразу же ставьте, что это физический товар. чтобы у клиента сразу запрашивался адрес, они мы потом написали, что уточните ваш адрес для доставки, то есть, чтобы этот шаг сократить и клиенту, и нам. Если, то есть, комплект, то указывайте, какие именно времени. У нас недавно тоже был случай, что человеку там что-то обещали, в комплекте это нигде не написано, и он ждет, а мы даже не знаем, почему там высылать надо или не надо. Владимир считает по физическим товарам, что, когда говорят, там не пришло, например, а вы увидите, там не отправление стоит, то есть, если физический товар, можно в ClickPost звонить и спрашивать, отправлен ли был заказ, по такому номеру заказа говорите, спрашивайте, а отправили ли комплект и название комплекта, если он физический. Потому что бывает там, ну не знаю, какие-нибудь, что не отправятся. Тоже номер этого, ClickPost, да? Ему. Все. Вот так. И еще, наверное, контакты помощников. Алина Толкачев, сейчас пока еще. Кого спрашивают? Смотрите, вообще, когда вы создаете что-то, ну, допустим, клиенту отправили ссылку на оформление заказа, он не оформил, он просто взял и оплатил, вам же потом позвонил, Яндекс спросил и оплатил. И очень часто, что он не оформил заказ. Деньги пришли к нам на Яндекс, а заказ не оформил. Вы всегда проверяйте, чтобы заказ был оформлен. Это очень важно. И еще момент подтверждения оплаты. Он иногда говорит, я обратил думы и тренинги, а вы говорите. Продолжение следует... Продолжение следует...